Идюшки, ребятки, с вами Лекс, и мы сегодня попытаемся разобраться, кто же может стать главным противником в следующей части игры Five Nights at Freddy's. Присаживайтесь поудобнее, ставьте лайк и всем приятного просмотра. Из части в часть на протяжении уже довольно долгого времени мы постоянно наблюдаем в главных антагонистах игры лишь одного человека. Даже если он и не является главным противником в игре, он все равно как-то напрямую связан со злодеями в той или иной части. Речь идет о Уильяме Афтоне. Мы встречали его в разных образах. В образе отца, потерявшего детей, до того, как мы узнаем, что это он их и убил. В образе фиолетового человека, который появляется в мини-играх, и никто не понимает, что это за загадочный такой персонаж. И, разумеется, в образе Спрингтрапа. По итогу превратившись из Спрингтрапа в Гличтрапа, ну и, конечно же, в Бернтрапа в последней игре FNAF Security Breach. Захватив разум Ванессы, он быстро берет контроль над всеми аниматрониками комплекса Пицца Плекс. И, пользуясь слабостями тех или иных аниматроников, позволяет себе использовать их в своих целях. А слабости у каждого аниматроника свои. Будь то постоянный голод у Чики, или же нарциссизм и самолюбие у Рокси, ну или же злость, зависть и нетерпимая агрессия у Монти, которой с легкостью и воспользовался Бернтрап, то есть Уильям Афтон. Именно благодаря всем этим сложившимся факторам, Бернтрап оказался в выгодной для себя позиции и потихоньку достигал своей цели. А именно цели полного восстановления своего тела, для многих стало тайной и нераскрытым секретом пропажа одного из главнейших аниматроников серии игр FNAF. А именно Бонни. Куда же он мог пропасть и почему именно он? На этот вопрос мы можем получить ответ уже в игре. Собирая сумки, в которых можно найти смс-сообщения, раскрывающие некоторые лор-игры. В одном из таких сообщений мы как раз таки и узнаем о том, что именно Монти добился того, чтобы Бонни получил травму, несовместимую с дальнейшими выступлениями на сцене в качестве участника глэмро-группы. По итогу принимается решение заменить Бонни на Монти. Но куда же пропадает само тело Бонни? А все очень просто. Если приглядеться повнимательнее на костюм Бернтрапа, можно заметить некоторые детали, которые ему и не принадлежат. В частности, одну из ног. Оттуда можно и сделать выводы, что Ванесса, будучи под контролем Афтона, сама начала ремонтировать Бернтрапа из деталей, некогда принадлежавшими Бонни. Все-таки, как ни крути, что Спрингтрап, что Бонни, оба являются зайцами. И именно поэтому Афтон решается вывести из группы Бонни, а не кого-то другого. Остальные участники просто-напросто не подойдут. Но давайте же с вами все-таки притронемся к самой концовке игры, в которой мы побеждаем Бернтрапа и убегаем от него из горящего помещения. Мы наблюдаем сцену, в которой Бернтрапа просто поглощает сгусток. А сгусток – это аниматроник, который поглощает всех аниматроников, и его основная цель – разрастись как можно больше, поглощая все больше и больше аниматроников. И разумеется, исходя из строения своего тела, он вполне легко и без особых проблем может путешествовать по трубам и пробираться благодаря этому в самые труднодоступные места. Концовка нам говорит лишь одно – Афтон до сих пор не мертв. Он был поглощен сгустком, и лишь стал его частью, или даже захватил контроль над ним. Сгусток без каких-либо проблем способен выбраться из разрушаемого здания, учитывая его особенности, и если в предыдущих частях нам прямо говорили о том, что Афтон был убит, а именно его поджарили в печи, то тут концовка остается открытой. Хоть мы и видели, что сгусток нападает на Бёрнтрапа, кто победил в этой схватке по итогу, я сказать не решаюсь. И вполне может оказаться так, что в следующей части ФНАФа мы еще увидим Афтона, только уже не в том виде, в котором нам приходилось видеть его раньше. И кстати, Грегори очень похож на Кэссиди Афтона, а именно чуть ли не важнейшего персонажа истории игры ФНАФ. Именно того, с кого все началось. Но если брать во внимание то, что Кэссиди был плаксивым ребенком, то Грегори же наоборот вполне храбр, и в большей части он является зеркальной копией Кэссиди. Хоть возможно разработчик просто-напросто нам что-то не договаривает, впрочем, как и всегда. Ведь вполне может оказаться и так, что Грегори по итогу и есть тот самый Кэссиди. И вся та история с появлением мстительного духа окажется по итогу фейком, чтобы скрыть от всех то, что Кэссиди все еще жив. Но это уже совершенно другая история для другой теории. А на этом у меня все. Пишите в комментариях, с чем вы согласны, а может быть вы хотите дополнить мои слова. То тоже можете написать в комменты, что же я мог упустить. А в лоре ФНАФа уж очень много всего, и я явно что-то даупустил. С вами был Олекс, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Это была игра ФНАФ Секьюрити Бридж, и всем добра. 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 Продолжение следует...